В Николаеве активисты Майдана требуют отставки начальника обллесхоза. Сегодня несколько партий общественных организаций пикетировали офис управления. Чиновника обвинили в коррупции. Потребовали написать заявление об увольнении. Чем же все закончилось, знают мои коллеги. Почти половина всех собравшихся на митинге лесничие и сотрудники лесхоза. Они в открытую выступают против своего руководителя. Говорят, замучил проверками и административным давлением. Свою власть начальник использовал даже во время выборов. В управлении и без страха освободления всем сказали, не проголосуйте, погоны снимайте и расходите. Было так или не было? Было. Остальные собравшиеся представители общественных организаций и политических партий. Они подготовили заявление в прокуратуру. Активисты уверены, доказательств коррупции в лесничестве более чем достаточно. Три месяца после того, как прошел Майдан, ничего не изменилось. Мы хотим, чтобы власть перед нами отчиталась, что было сделано по всем деревянам этого лесничества, которое есть. Правда, сам начальник управления Петр Поломарюк неожиданно оказался на больничном. На работу он сегодня не пришел, не стал общаться с активистами и по телефону. Протестующие хотели заставить начальника написать заявление об отставке. Но поскольку его нет на работе, под горячую руку попал первый заместитель. Заявление писал под диктовку. Обращение в прокуратуру подали сегодня утром. Его должны рассмотреть в течение суток. Пока же бухгалтерию опечатали самодельными пломбами и выставили охрану из числа активистов. Для того, чтобы не было выброшенных каких-то документов, испорченные какие-то документы. Поэтому мы опечатываем кабинеты громадкости и ставим свои подписи, чтобы не было никаких порванных документов или подделанных документов. Уже после обеда на действия активистов и лесничих отреагировали областные чиновники. Губернатор заявил, что поддержит общественность в требовании сменить руководителя лесного хозяйства. Его назначают в Киеве. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов, телеканал Интер, Николаев.